Память о войне живет не только в старых письмах, пожелтевших фотографиях, потускневших орденах и медалях. В кону Дня Победы центр Чебоксар превратился в галерею под открытым небом, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны. Концепция оформления праздничного к 9 мая действительно новая. И в рамках этой концепции главный акцент был поставлен как раз на Калининский мост и на дорогу, по которой ветераны будут перемещаться от парка Победы, где произойдет возложение цветов к монументу славы в 10 утра, до Красной площади, где состоится парад Победы в 12 часов. Конечно, это центральные улицы, по ним поют наши ветераны, поэтому действительно не только в художественном смысле оформление новое, но и с точки зрения насыщения. Керчь, Минск, Севастополь, Волгоград – виды этих и других городов-героев украшают кольцо по улице Калинина. В День Победы жители и гости нашей республики могут возложить цветы каждому из них. А улица Калинина превратилась в проспект победителей. Ее украсили фотографии ветеранов нашей республики. Это все участники парада в прошлых лет. Через 68 лет праздник уже превращается в череду воспоминаний. Ветеранам уже не под силу маршировать в парадной колонне. Но в архивах сохранились фоторепортажи тех лет. Теперь их могут увидеть все горожане. Три инсталляции. То есть это мост Победы. Это Московский мост. Это старые фотографии с разных годов парадов Победы на Красной площади. И мост Мужества. На нем находятся ордена и фотографии, старинные фотографии с военных во времени. Музей боевой славы под открытым небом – подарок столице всем героям Великой Отечественной войны. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.